Девушки, всем огромнейший привет! И всех вас я безумно рада видеть на своем канале. Давайте продолжим в этом видео тему покупок. В прошлом видео я показывала вам бюджетные покупки косметики декоративной, а об этом хочу обсуждить покупки косметики уходовой также из бюджетного сегмента. У меня в руках молочко для снятия макияжа от Garnier, предназначенное для сухой и чувствительной кожи. Оно действительно отлично работает как средство, которое снимает макияж с кожи лица, пудру, тональный крем, румяна, корректоры. Замечательно это все снимет, не раздражает сухую кожу, ни в коем случае не вызывает каких-то покраснений, даже несмотря на то, что после этого средства я всего лишь проходила с тоником. Но, к сожалению, какой-то вот привычки и желание пользоваться каждый день, оно у меня не вызвало. Наверное, это все дело в том, что я уже довольно давно пользуюсь мицеллярной водой, либо раньше я пользовалась средством для снятия макияжа тоже в виде жидкости. А в виде крема мне не очень удобно использовать. Так что, в принципе, наверное, я использую это молочко только тогда, когда у меня на лице нанесена такая плотная, хорошая маска из тонального крема, пудры, румян и прочего. Когда у меня на лице просто минеральная пудра, я обхожусь вполне себе мицеллярной водичкой и чувствую себя абсолютно замечательно. Но, в принципе, если вам нравится снимать макияж молочком, если у вас сухая чувствительная кожа, то это отличное средство и стоит там рублей 200. Дальше пойдем по уходу за кожей тела, за руками, ногами. Кстати, про руки и ноги. Мне тут моя подружка Машечка, привет, мой хороший, подарила мне недавно два замечательных средства, на которые я сама бы до них жизнь бы внимания не обратила. Но Машечка, дамочка глазастая, и она узрела вот эти чудесные баночки. Как баночки, тюбики. Это жестяные тюбики от марки Натура Сибирика. Представляете, у них и такие есть. Я даже не знала, если честно. Мне очень-очень-очень сильно напоминают, как вы думаете, что? Ну, конечно же, кремы для рук от марки Локситан, которыми я тоже пользовалась, было дело. И вы знаете, по эффекту они, на самом деле, очень похожи. Я даже не могу кинуть ни одного камня в огород вот этих вот кремов. Один и диней для рук, это защитный крем для рук. Дикий камчатский подснежник, не хухры-мухры. Отличный крем для рук, очень легкий, хорошо впитывается. Даже если мне нужно было через 15-20 минут помыть руки, он у меня не смывался пленкой с рук. У него очень такой необычный запах какой-то, знаете. Я бы неужели бы не добавила такую кодушку в крем для рук, но для лета, мне кажется, в самый раз, потому что ничего такого сладкого в этом запахе вы не услышите. И скорее больше травяных нот. Но продукт очень интересный, я уверена, что он не стоит тех бешеных миллионов, которые просят в том же Локситане за крем для рук. Что касается крема для ног, то это питательный крем для ног, дикая полярная фиалка. Вот этот крем мне очень понравился. Вот прям вот настолько понравился, что я закинула сейчас все свои кремы для ног и пользуюсь только этим. Потому что это очень легкий крем. Очень легкий крем. Не сравнить с тем же легендарным бутешоповским конопляным, запах которого прошибает абсолютно все ваше окружение. И впитывается еще часами. А это очень-очень такой, знаете, нежный, ненавязчивый, действительно фиалковый аромат. И очень быстрое впитывание. И очень хорошее действие для ног. Я не скажу, что я страдаю какими-то безумно сухими сейчас ногами. У меня не сохнут, не трескаются пятки. Но бывают иногда, как это называется, натоптыши, да, и сухость бывает. Вот эта штука замечательно помогает мне справляться со всеми этими проблемами. Так что также могу вам смело ее посоветовать. Еще пройдемся по кремам для тела. Покажу вам вот такие вот две огромные банки. Это да, классический крем, который, мне кажется, был уже у всех, кроме меня. Я купила сначала вот этот вот крем, чтобы использовать его на руки. Использовала его ранней весной. И мне безумно нравилось, как он работает. У меня очень-очень-очень сохли руки. Это была какая-то жуткая проблема. Ни один крем не помогал. И я купила тогда вот эту вот баночку. Все в нем хорошо. Но я возьми, да купи какую-то Limited Edition Beauty Blossom. И по мне запах слишком навязчивый. Вот все в нем хорошо, кроме вот этого слишком навязчивого запаха. Да, он приятный, но для меня он навязчивый. Я вообще к запахам очень придирчиво. И мне не нравится, когда они слишком навязчивые. Примерно в это же время у меня стало ужасно, ужасно сохнуть кожа тела. И я купила еще вот этого здорового банка крема для тела. Используя ее после душа примерно где-то раз в неделю. Мне этого хватает. Мне этого, в принципе, хватает, чтобы поддерживать кожу и тело в довольно хорошем состоянии. Без сухости, без еще чего-то вот подобного. По стоимости около 150 рублей. Около 250, наверное, или 200. Ну и перейдем, наверное, к бонусу про волосы. Здесь покажу всего две баночки, но, к сожалению, они не произвели на меня совершенно никакого эффекта и ожиданий абсолютно не оправдали. Первое, что вообще-вообще прям не оправдало ожидания, так это термозащита от ТАП. Она, если честно, никакая. Действия от нее я не увидела вообще никакого. То есть, ну, какой-то полный ноль, а не термозащита. Хотя, по идее, она как бы должна защитить мои волосы, даже когда я буду выгонять их утюгом при температуре 220 градусов. Чушь ерунда. Никакого эффекта я вообще не увидела. Мне кажется, что у меня волосы стали суше. Вот примерно после этого средства я и закончила свои эксперименты с термозащитами для волос в виде спрея. Теперь только молочко или какие-то кремообразные субстанции. И второе средство это легенда ютуба, которая очень-очень-очень у многих пользователей, очень многих девушек вызывает восторг. Это порошок для объема от ГОДТУБИ. Ужасная вещь. Если у вас тонкие, длинные, тяжелые волосы, как у меня, оно работать не будет. Ну, как не будет? Будет, но первые 3-5 минут. Все, дальше это весь объем обратно оседает. И вам нужно опять запускать пальчики, взбивать это все и опять 3-5 минут. И все повторяется снова. Ну, собственно, нафига Козепа Ян спрашивается? И плюс еще ко всему, так вот на корнях волосок это ужасное ощущение. Они как-то так скрипят неприятно. Короче, не советую. Если у вас такие же волосы, как у меня, я знаю, что большинство девушек смотрят меня, потому что у них такие же волосы. Не берите. Нет, вообще нет, забудьте, не тратите 200 рублей, пойдите купить себе мороженку лучше. Собственно, на этом все. Надеюсь, получилось довольно компактно, кратко. Надеюсь, вам было интересно и, может быть, даже кому-то полезно. Всем желаю удачных покупок и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok